Всем привет, вы на канале 3D Stocks и в этом ролике я покажу и научу вас выставлять на продажу свою 3D модель на площадке Unreal Marketplace. Показывать я буду на примере своей модели, которая имеет эпик скелетон и модульный тип, то есть тело, руки, наплечники и голова у нее раздельные, но сам гайд не для модульного персонажа, я буду грузить его одним мешом. Я покажу как правильно настроить сцену, чтобы ваша модель смогла попасть в магазин. Естественно, я снял это видео, когда моя модель уже попала на магазин, но все эти этапы до самой публикации я полностью заснял. Я покажу какие ошибки бывают при создании, после проверки модели, что с ними делать и как решать. Готовьтесь к самому топовому гайду на ютубе, которых наверное даже нету. Ну, а я пожалуй начинаю. Говорю сразу, ролик будет длинный, отнеситесь к нему со всей серьезностью. Любая ошибка, даже в описании, может привести вас к доработке вашего актива и потраченному времени. Погнали! Итак, запускаем движок. У меня это версия 4.26.2. Создаем новую сцену, нажимаем Game, Next и выбираем полностью пустую сцену, без стартового контента. Выбираем папку, где ваша сцена будет храниться и даем название вашему проекту. Создать проект. Когда наш проект создан, раскрываем вот эту штучку, либо просто папку контент и создаем папку с названием вашего персонажа. Далее открываем папку вашего персонажа и создаем еще 5 папок. Папка Mesh, где будет храниться ваш персонаж. Папка Анимации, где будут храниться ваши анимации. Сразу же в папке Анимации создаем папку Demo, для демо анимаций. Возвращаемся в папку с персонажем. Папка Текстуры. Папка Материалы. Папка Мапс, куда будет сохранен ваш проект. Теперь открываем папку Mesh и закидываем туда вашего персонажа. Если он выполнен на эпик скелете, как и мой, то не выбираем никакого скелета при импорте. Если же он выполнен на майевском скелете, либо кастомном, выбираем тот скелет, который идет с вашим персонажем. Далее нажимаем на вот эту стрелочку и в методе импорта выбираем Import Normal Ant Tangens. Иначе ваша модель будет в квадратах. И нажимаем Import. Если при импорте у вас не выскочило никакого окна, как у меня, это просто отличная новость. А если что-то и выскочило, то просто закрывайте. Предварительно почитав, что у вас там, главное, чтобы ничего серьезного. Итак, сразу же выбираем ваши материалы и перетаскиваем их в папку Materials. Нажимаем Move Here. У нас остался в папке Mesh сам персонаж фиолетового цвета. Оранжевый это физический ассет. И скелет. Далее переходим в папку Текстуры. И перекидываем сюда все ваши текстурные карты. Лично я кидаю по очереди, чтобы не запутаться, что есть что. Потому что нам придется очень много переименовывать. Сейчас я выбираю текстурные карты тела. Альбедо, Металл и Рогнесс, Нормал и Оклюжин. Этих карт вполне достаточно, чтобы модель выглядела так же, как вы ее покрасили в своих программах для покраски. Про карту Emissive я также покажу чуть дальше и про двойное отображение также. Теперь я закидываю текстурные карты рук и головы. У меня все в разных папках, ибо персонаж такой. Вы кидайте хоть все сразу, я просто для удобства, ибо сейчас будет полное мишеник. Так, когда мы подгрузили наши текстуры, нужно делать следующее. Оно не взаимосвязано, но я делаю сразу так, чтобы сделать сохранение. Поэтому сейчас очередь ретаргета. Для тех, у кого есть кастомный скелет, то есть не эпик скелетон, вот этот этап делать не нужно с ретаргетом. Нажимаем Add Import и выбираем Add Futures Content Pack. Выбираем сцену третьего лица. Добавить в проект. Закрываем. Теперь переходим в папку с нашим персонажем и открываем скелет. Нажимаем Retarget Manager. Select Rig. Select Humanoid Rig. И просто закрываем. То же самое делаем с манекеном, которого вы только что добавили. Открываем папку манекена. Charakter. Mesh. И выбираем скелетон манекена. И точно так же нажимаем создать гуманоид rig. Теперь открываем папку анимации манекена. И на первую анимацию, точнее на иконку Zirt Person Anim BP. Нажимаем правой клавишей мыши и жмем Retarget Anim Blueprint. Далее Duplicate Anim Blueprint Ant Retarget. И выбираем здесь наш скелет. Нажимаем Retarget. И опа, появляются демо анимации с нашим персонажем. Но, как видите, их почему-то 6. Должно быть 7. Такое иногда бывает. Поэтому переходим снова в анимации и ищем, кто у нас пропало. Ага. Это окончание прыжка. Тогда жмем правой клавишей мыши и делаем то же самое. Retarget Animation. Выбираем скелет и жмем Retarget. Наша анимация также появляется там, где и остальные. Теперь открываем анимацию, любую. Те, что зеленым цветом подчеркнуты. И смотрите. Она вся какая-то сломанная. Это надо исправить. Нажимаем слева Options. Show Retarget Options. Кость Pellist ставим Animation Scaling. Далее выбираем кость Spine 1 и все остальные кости до ИК костей. Жмем правой клавишей мыши. И первая надпись Recursive Set Animation Retarget Skeleton. Видите, наши анимации изменились. Персонаж стал более ровным, красивым. Теперь просто закрываем. И это изменение происходит на всех наших демо анимациях. Теперь выделяем все анимации и переносим их в папку Demo. Move Here. На этом ретаргет выполнен. Выбираем все лишние папки и просто удаляем их. Что я делаю дальше? Нам нужно выставить нашего персонажа в сцену. Открываем папку Mesh и просто перетаскиваем нашего персонажа на площадку. Начиная с версии как у меня, перетаскивайте вот как я. Ибо старт сцены почему-то именно с такого ракурса начинается. Поэтому я и разворачиваю сейчас значок игры. А все остальные значки просто смесите вверх, чтобы они не мешали в сцене. Теперь настроим материалы, чтобы наш персонаж обрел свой цвет. Просто кликаем на материал два раза. Вот эту штучку параметров я удаляю. Я показываю пример, как настраиваю я. Это просто материал, без Material Instance. Теперь перемещаем сюда наши текстуры. Альбедо в базовый цвет. Металл и Рогнес. RGB в Metallic. Альфу в Рогнес. Нормал в нормал. Окклюжен в Окклюжен. Все просто и нажимаем Save. Теперь смотрите, руки нашего персонажа приобрели цвет в соответствии с настроенным материалом. Теперь делаем все то же самое с телом и головой. Это я уже сделаю на ускоренном варианте. Итак, мы настроили наш материал, но только предварительно. Давайте посмотрим на нашего персонажа. Для управления скоростью камеры воспользуйтесь ползунком вот здесь в правом верхнем углу. Вот, красота. И теперь посмотрите на вот такой нюанс. Видите, вот и эти швы на модели. Это швы вашей UV-развертки. Точнее, те разрезы, где вы их сделали на вашей UV. Естественно, все разрезы спрятать на таких моделях не получится. И они могут быть вот так вот видны. Сейчас я покажу, что с этим сделать. Да и в принципе, это нужно делать обязательно. Первое. Все карты нормалей в Unreal должны быть инвентированы в зеленый канал. Это обязательно условие в принципе, чтобы модель прошла проверку. И также этот момент поможет нам убрать наши швы. Смотрите. Кликаем дважды на нашу нормальку. Вот здесь нажимаем на стрелочку и ставим галочку напротив Flip Green Channel. Наша нормалька имитируется по зеленому каналу. Ну, так как это нормалька рук, вы не увидите изменений. Сейчас я покажу, что произойдет на теле. Нажимаем Save. Как я и сказал, это делается на всех картах нормалей. Так, голова и теперь тело. Нажимаем и смотрим, как изменилась текстура и швы. Они практически исчезли. Но это еще не все. Сохраняемся. Теперь открываем наши персонажи. Сейчас я подвину, чтобы было видно, что мы сейчас делаем, если швы еще видны. Переходим в детали ассета и в панели LOD 0 открываем Build Settings. Начиная с версии, как у меня, оно находится здесь. В ранних версиях эта функция находится также в параметрах меша, но где-то в другом месте. Смотрите. Ставим галочку напротив Use Full Processing QVS и нажимаем Apply Chanks. Смотрите, произошло еще большее сведение текстуры. Тут у меня, конечно, плохой пример. Давайте посмотрим на нашу спину. Я вообще даже в полноэкранном режиме не замечаю шва. Это нужно всмотреться прям нереально близко. Смотрите, вот он. К такому шву никогда не будет вопросов и на таком расстоянии никто на вашу модель даже не смотрит в принципе. В общем, запомните эту функцию. Во всяком случае, я разделю все этапы по тайм-кодам в описании. Теперь время сохраниться. Нажимаем Save Current и выскакивает окно выбора, куда нам сохраниться. Как я и говорил, папка Maps и будет нашим сохранением. Открываем ее. Можете дать название, можете оставить так. И нажимаете Save. Далее я еще на всякий случай жму Save Current Ass. То есть сохранить все и перезаписываю сохранение. Теперь можете дышать спокойно. Хотя лучше это сделать заранее. Теперь смотрите. Вот эта надпись. Ее быть не должно. Из-за этого модель не примут. Избавляемся от нее обычным нажатием кнопки Booin. Происходит перерасчет источников света и надпись исчезает. Теперь я просто везде нажму Save, чтобы не горела звездочка на ассетах. И еще раз нажму сохранить весь уровень и сохранить все. Ну а теперь этап самый муторный и жесткий. Хотя с этим можно еще поспорить. Нам необходимо дать всему правильное название. Итак. Название нашего меша, приставка SK, нижнее подчеркивание и название вашего персонажа. У меня это Alien 4. На физическом ассете приставка Phoo. Ну то есть Phoo. Я не знаю, как это пишется правильно на английском, так как я немецкий учил и как это правильно читать. То есть не судите строк. И все то же самое, что там написано. На скелете также SK и все, что написано. Если у вашего персонажа есть оружие, как отдельный меш, у него приставка SM, либо SKM. И так и так будет правильно. Теперь очередь текстур. И тут самое нудятное. Смотрите. Начну с текстурных карт рук. Первым идет приставка T. Далее нижнее подчеркивание название вашего персонажа. Далее название текстурного сета. В моем случае Arm, руки. Так как у меня будет три текстурных сета, а не Material Instance. То я пишу Skin 1. И далее название карты. То есть Albedo у меня карта. То же самое делаем с картой Metal и Rouglas. В данном случае я просто копирую название и вставляю перед названием карты. Готово. Теперь нормалька. Все то же самое, но нормалька и Occlusion у нас для всех цветов одинаковые. Поэтому сюда пишем Skin All. Отлично. Вот теперь это правильный законченный вариант. Теперь делаем абсолютно все то же самое с остальными текстурными картами. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, когда мы закончили и видим наш конечный результат, мы переходим к материалу. Я поэтому заранее говорил, что чтобы не запутаться, я буду делать все по очереди. Итак, материалы. Как я и сказал, у меня будет три текстурных сета. Поэтому материалы нужно перемелать Skin 1. Теперь будем настраивать второй текстурный сет. Нажимаем правой клавишей мыши и создаем дупликейт материала. Либо просто Ctrl W и нажимаем Enter. Движок сам понимает, что это уже второй скин и ставит ему приставку 2. Теперь заходим в текстуры и загружаем наш второй вариант покраски персонажа. В данном случае я уже гружу только Albedo и Metal Erognes. Так как я и сказал, нормалька и Occlusion у нас общая. Подгружаем карты и делаем все то же самое. Переименовываем. Только все эти карты уже будут с приставкой Skin 2. Теперь открываем материал номер 2 и просто меняем текстуры на наш второй вариант. Если тяжело найти, а тут уже не шанина, в панели поиска пишем Skin 2 и сразу же видим наши текстурные карты, относящиеся ко второму скину. Итак, Albedo и Metal Erognes накидываем. И везде то же самое. Когда мы настроили материалы, что мы делаем? Выбираем нашего персонажа и нажимаем Ctrl W. Дублируем его. Подвигаем чуть в сторону и смотрите, вот здесь справа наши материалы. Просто одеваем его наш второй вариант раскраски. То есть выбираем тело Skin 2, видите? Все меняется. Руки Skin 2 и голова Skin 2. И вот наш финальный вариант второго текстурного сета. Чтобы в полноэкранный режим перейти, кстати, нажмите F11. Красота? Не иначе. И даже швы не видно практически, ибо мы заранее все сделали для этого. Теперь делаем абсолютно все то же самое с третьим вариантом раскраски. Дублируем материалы, грузим текстуры, настраиваем. Я не буду ничего вырезать в этих этапах, чтобы вы видели весь пайплайн нашего персонажа. Просто лучше сделаю это на ускорение. Итак, наш проект практически готов. Советую сохраниться. У нас осталось два последних этапа, но перед этим я покажу, как настраивать карту свечения, эмиссию. Если она у вас есть, конечно же. На примере другого своего проекта, который уже продается. Открыл я, значит, свой проект Alien 3, и у нас есть вот такое свечение на гранате, шлеме, голове и оружии. Покажу я на примере гранаты, так как на шлеме то же самое, но настройка там сложнее. Для вас этого смысла особого не будет иметь. Ну, на всякий случай покажу иерархию блупринта. Чтобы вы знали, может когда-нибудь пригодится именно это. А так, перейдем к материалу гранаты. Смотрите. Вот сейчас она имеет вот такое состояние. Открываем материал. Все по стандарту настраиваем. А свечение делается вот так. Это я удаляю. И настраиваю заново, чтобы продемонстрироваться. Нажимаем правой клавишей мыши. Пишем Multiply. И выбираем. Помещаем в эмиссию. Далее пишем Constant. Подключаем в канал B. А саму карту подключаем в канал A. Теперь как это регулировать. Выбираем Constant. И вот здесь слева значение. Допустим 5. Смотрите как будет меняться свечение. Или 0. Вообще выключим. Или давайте поставим вообще 100. Не дело так, кстати. Ну типа вообще светит пиздацы, да? Но это так, в демонстрационных целях. Далее смотрите. Как включить двойное отображение материала. Чтобы например вот эта броня, она отображалась с обеих сторон. А не вот так только с одной стороны. То есть вам нужно открыть материал. Если у вас есть такие двухсторонние элементы, где нужно это отображение. И просто в свойствах материала поставить галочку напротив Two Side. Это включит двойное отображение. На этом считайте мы почти закончили. Осталось два самых сложных этапа настройки. А вот здесь у меня произошел форс-мажор. Открыл я значит на этапе записи этого видео свой скелет. Включил иерархию костей. И увидел вот такую картину. Это лишние кости, которые образовались. Я даже хз почему. Никогда такого раньше не было. А последние две модели появилось. Значит, что с этим делать, если вы делаете скелет в Майя? Вам нужно разгруппировать папку Transform в иерархии костей. Смотрите. Далее нажать Reimport. И я там уже не помню, что там дальше надо нажимать. Я просто сцену тупо сидел переделал. Потом я не удалил еще из челюсти эту кость. И только со второго раза снова я нажал тут что-то после реимпорта. И все стало как надо на свои места. Точно не знаю, что там нажал. Что-то нет для всего. Итак. Это я помечу форс-мажором. Смотреть всем не обязательно. Но для саморазвития сойдет. Итак. Этап исправления демо-анимаций. Худшего я представить не могу. Переходим в папку демо с анимацийами. И открываем любую из них. Но начну с анимаций ходьбы. И здесь я забыл исправить кость челюсти, как я и сказал ранее. Далее я ее уберу. Что нам нужно делать? Смотрите. У нашего персонажа руки проходят сквозь тело и все пальцы на руках кривые. И такое происходит почти на каждой анимации. Все это нам нужно выровнять. Есть конечно более правильный метод исправления. Как-то кто-то писал у меня в комментарии под одним из роликов. Но я не знаю как. Знаю только метод выравнивания костей вручную. И он всегда прокатывает. Так что я делаю лично так. Вы делаете как знаете. Что делаю я? Ставлю угол в 5 градусов. Просто выбираю кость руки. И изменяю ее градус наклона. Предварительно анимацию выставляю на нулевой кадр. Это обязательно. Нажимаю клавишу S английская. У вас сверху появляется надпись и далее нажимаю Apply. Все. Наши изменения предварительно сохранились. Теперь смотрите как движется наш персонаж. И вот такое нужно проделать везде. То есть выровнять кости рук. Чтобы ничего нигде не проходило сквозь тело. И выровнять все пальцы. Я сделаю 2 анимации на ускорении. А остальное уже промотаю. Чтобы вы могли посмотреть что я делаю и как. Что я все взял это не из головы. Ведь финал ролика будет удивительным. Надеюсь для некоторых. Вы обязательно посмотрите этот отрыв. Потому что к концу когда вы все выровняли. Чтобы сохранить полностью анимацию. Нужно нажать на Save в левом верхнем углу. И на анимации снизу пропадет звездочка. То есть анимация действительно сохранена. В моменте конечно я еще заметил некоторые недосчеты в скине. У своего персонажа. Вот здесь на пальцах. Это все обязательно нужно исправлять. Ибо проверку не пройдет. Я думаю вы сами должны быть заинтересованы в уникальности и идеальности своего персонажа. Чтобы конкурировать с другими моделями. Чтобы знать что купят именно вашу модель а не чужую. Ну и в своем потраченном времени. Никому не охота ждать пару дней проверку. А потом получить письмо с необходимостью доработки. И сидеть поправлять и снова ждать. Поэтому исправляю скин в мае. Жму реимпорт и проверяю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Далее когда все исправлено. Просто выставляю данную анимацию на нашу площадку. И делаю все то же самое со следующей анимацией. Субтитры подогнал «Симон»! 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 цвет разным анимация чтобы было видно как выглядит мой персонаж на этих анимациях делать не обязательно и теперь последний технический этап для кого-то он покажется слишком сложным а для кого-то наоборот проблема даже не в том какую а в том что особо я вас научить не смогу открываем наш физический ассет нажимаем клавишу симулирования и наш перс падает вот так как труха как желе давайте уберем эти овальные формы заходим в body s и ставим в обеих случаях view frame чтобы лучше видеть нашего персонажа как вы наверное уже поняли нам придется настроить физику так чтобы персонаж падал реалистично и это действительно может быть сложно и долго у каждого персонажа все индивидуально с настройками и вам придется искать их самим смотрите справа есть три значения одно с цифрами это количество костей так сказать тип примитив капсулы как сейчас и тип веса все это можно менять для идеальной настройки вашего персонажа я практически всегда оставляю все по умолчанию далее жмем генерейт all bodies и слева выбираем edit select and constraints у нас появляется настройка физики персонажа смотрите справа есть три значения вот их вам и придется менять чтобы настроить реалистичность поведения физики я как по опыту и на записи с первого раза вот прям для этого ролика что вы сейчас смотрите ввел значение 10 5 10 и у меня все идеально совпало персонаж падает реалистично практически такому вопросов не будет исходя из опыта других моих персонажей поэтому это максимум чему я могу вас научить в плане физики вам просто нужно найти свои значения для своего персонажа я могу лишь дать несколько советов и привести примеры скриншота своих прошлых моделей чтобы вы видели что у каждой модели разное также знайте что все эти колбочки можно увеличить и уменьшать в размере можно также с ними поиграться через клавишу shift на близком расстоянии можно пошмотать так сказать своего персонажа в сцене ну и swing 1 и 2 и twist можно заблокировать либо свободно сделать нажать на эти красные кнопочки это также даст некоторое управление физики на этом пожалуй все когда вы настроили физику нажимаем как всегда сейв сверху и возвращаемся на нашу карту теперь небольшие финальное действие если вы уверены что все у вас настроено правильно вы ничего не забыли все переименовали все четко и готовы выставлять свой персонажа сохраняем весь проект нашу папку maps переключаемся на папку контент и нажимаем правой клавишей мыши жмем fix up redirectors in folder то же самое жмем на папке с вашим персонажем еще раз сохраняемся я не знаю что это такое не читал но из-за этого всегда отправляют на доработку все я вас поздравляю вы закончили настройку сцены с вашим персонажем для отправки его на площадку unreal marketplace что нам нужно сделать дальше открываем папку с проектом удаляем три вот эти папки должно остаться только файл проекта папка контент и конфиг далее создаем папку у project либо у project и название вашего персонажа и закидываем эти три папки в нее далее создаем архив данной папки я лично использую винрав можно и винтип когда архив создан открываем наш проект из папки через строку browse это чисто для проверки что все работает как надо открываем папку maps и дважды кликаем открывается наше сохранение как видите все работает вам для дальнейшей загрузки понадобится сделать пару скриншотов данной сцены да и в принципе скриншоты вашего персонажа и видео превью я делаю скриншоты вот так перехожу в полноэкранный режим жму сверху стрелочку ставлю screen percentage на 200 то есть максимальное качество ставлю галочку game view чтобы разные галочки в сцене не отображались и теперь посмотрите как стала выглядеть наш персонаж само качество намного лучше в общем подбираю ракурс снова жму на стрелочку и на high resolution скриншот по умолчанию здесь стоит единица это означает что фото будет сделано в разрешении вашего экрана я же ставлю двойку что будет вдвое больше меня допустим сейчас 2к разрешение то есть две пятьсот шестьдесят тысячи четыреста сорок а фото получится 5к разрешения просто потому что на арт-стейшн я гружу высокого разрешения фото она unreal требуется не выше full hd разрешения то есть 1920 на 1080 поэтому я просто все свои скриншоты уменьшают через photoshop до нужного разрешения в общем делаю пару скринов и закрываем все они сохраняются в папку с проектом папку save screenshot windows далее создаю папку превью кидая их туда и все ролики и другие скриншоты которые я буду грузить уже на сам сайт ну что последний этап загрузка на уреал marketplace открываем ваш google диск или яндекс хз у кого что и закидываем туда наш архив с проектом пока он загружается начинаем настраивать сцену уже на сайте так сказать заодно загружаем видео превью которое вы создали на ютубе если вы его конечно же делали я сделал его за кадром для скриншоты как у меня раскрывать особо и не буду просто скажу я делаю очень много заново в сценах из анрила и там делаю эти скриншоты потому что главное подачи своей модели чтобы именно у вас ее купили так переходим на сайт уреала заходим на портал продавца как видите у меня здесь мои модели слева 10 опубликованных и одна отклоненная из зажины конечно но ничего страшного нажимаем от продукт здесь интуитивно все понятно загружаем наши фотографии они должны быть не более full hd разрешения и не более 25 штук здесь и еще три дополнительных скриншота прикрепил ибо эта модель имеет второй стиль который я добавлю в будущих обновлений так и подписал кстати порядок в котором идут изображения будет и на сайте далее выбираем лого вашей модели далее лого на главной странице баннер типа если модель туда попадет далее идет название продукта потом цена я оцениваю свою работу и труд и ставлю соответствующую цену это не значит что нужно ставить как я вы должны здраво оценивать цену вашего продукта и не рассчитывая что его тут же побегут покупать если вы выставите минимальный прайс далее выбираем категорию у меня это чир актер персонаж далее идут теги не более 15 штук так что тоже пишите внимательно теги чтобы ваш продукт было легче найти потенциального покупателя потом идет краткая информация я обычно выставляю все то же самое из других моделей лоу поле модель пришельца подойдет для того то того смотрите у других продавцов что они пишут или придумайте сами далее идет основная информация о вашем персонаже и также просто вставляя все то же самое что и в прошлых моделях что она создана на эпик скелете что свои скриншоты сделаны в такой-то такой-то сцене что продажи только персонаж без этой сцены и поликры наш модели далее идет техническая информация rik есть big на эпик скелетоне есть у кого обычный скелет пишут нет. Анимации нет, только демо. У кого есть, то пишите демо и количество анимаций. Тип анимации, рут анимации это типа, которая движется вперед и на месте. Пишите их количество. Номер персонажа, далее количество вертексов, потом пишите количество материалов. Я просто из видео своего их смотрю, чтобы не заходить в движок снова. Количество текстурных карт, разрешение текстуры, у меня все 4К. Поддержка Windows, да. Mac, да. Хотя как проверить, хз. Документации нету. И вы в конце пишите дополнительные кости персонажа. В моем случае левый и правый наплечник и челюсть. Далее выставляю ссылку на видео. Нажимаю вот на эти две точки и выставляю ссылку, чтобы она была прикабельна. Потом нажимаю создать новую версию. Имя версии, чужой 4. Ссылка на архив с Google диска. Потом выбираем версию, на которой работает ваша модель. Вы должны ставить с той версии, на которой делали персонажа. Не ниже, только выше. После поддерживаемой платформы. Windows 64, 32 и macOS. И в методе дистрибьюции или как там его, assetpack. Все, вы закончили. Вы почти отправили свой персонажа на проверку, после которой он попадет или не попадет в магазин Unreal Marketplace. Нажимаем сохранить изменения. Все сохраняется. Перепроверяйте, все ли так, как должно быть. Нажимаем кнопку превью. Смотрим, как предварительно будет выглядеть наша модель. И если все устраивает, жмем submit for approval, что означает отправить на утверждение. И нажимаем продолжить. Все, вы отправили свою модель на проверку. Как видите, статус не изменился. Pending approval ожидает утверждения. Теперь зайдя в свои продукты, вы также увидите в панели ожидающих утверждения свою модель. Вам сразу же на почту придет письмо от Epic, что ваша модель принята в обработку. У меня тут есть другие письма по этой модели. Точнее, это ее четырехлапая версия, которая была отклонена. Так как скелет был не особо правильный. И я решил ее переделать над лапой. Ну, суть в том, что я записываю этот ролик для вас с первого дубля. Вот я перед вами отправил и сразу же получил письмо. Снизу видны все даты. Никакого монтажа, кроме склейки. Чтобы вы понимали, насколько ответственно я пытаюсь вас научить загружать персонажа и что из этого получится. После, как модель начнут проверять, вам поступит письмо, что проверяющий начал проверку вашей модели. Ну и естественно, я ушел спать. И в два часа ночи, как видите из письма, модель уже была проверена. И с первого раза все одобрили. То есть то, что я показал вам в ролике, абсолютно верно и подходит для того, чтобы попасть на площадку Unreal. Как видите, продукт получил статус одобрен. И приложили pdf файл к письму. С отчетом об ошибках. Как видите, весь лист зеленый. Все правильно. Правда размыто все, но я приложу оригинал, чтобы было лучше видно. Теперь заходим в портал продавца Marketplace и видим одобренный продукт. И прямо перед вами в ролике я собираюсь его опубликовать, чтобы еще раз показать, что я вам тут не чихню затираю. Открываем и нажимаем опубликовать. Кстати, с Google диска можно удалять уже модель. Она с момента одобрения хранится уже на серверах Unreal. Жмем опубликовать и видим сообщение, что хотим ли мы устроить статус скрытый для модели, чтобы предварительно ее проверить на работоспособность. Ну и так как я уверен, что все четко, поэтому жму опубликовать. Далее выскакивает еще сообщение, что продукт станет общедоступным. Естественно нажимаем продолжить. И все, наша модель опубликована в магазине. Проверяем. Вот она, красавица, прямиком там. Давайте посмотрим, как это выглядит с другого браузера. То есть как видит покупатель. Вот она, первая в списке, как новый продукт. И с ценой. Кстати, вон тому голову я сделал скелет на модели. Это чел ZeroArt писал мне за помощью. Так что кому нужна будет помощь, обращайтесь. Не за бесплатно, конечно же. На этом, пожалуй, все. Но не спешите прощаться. Сейчас будет немного рекламы самого себя и тема нового ролика. Я надеюсь, что я очень помогу многим, создав данное видео. И хотелось бы от вас увидеть лишь одно. Пишите под роликом хотя бы спасибо. Это поможет его продвинуть. Да, скорее всего я положу конкуренцию, создавая такие ролики. Но и с другой стороны, я даю кому-то возможность заработать и изменить свою жизнь. Как минимум. Также вы всегда можете отписать мне в ЛС и приобрести у меня за 100 баксов просто кучу ассетов, купленных мной просто за дурные деньги. У меня есть почти все части тела вандерпоста, волосы, базовые меши, всякие кисти, саптулы и много-много всего. Но еще я бы не отказался от любого доната. Можно криптой. Ссылки я, конечно же, оставлять не буду, но кто захочет, просто отпишите мне в ЛС. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ну а тема следующего ролика это все возможные ошибки, которые были на моих моделях. И я их разберу и покажу, как я их решал. В общем, еще раз всем спасибо. Всем пока.